А есть просто художники, которые, я их тоже не осуждаю, они бегут от действительности в какой-то орнаментально-декоративный мир. У них, им там хорошо, им там комфортно. И на этом уровне добиваются великолепнейших достижений. Например, Николай Грецюк, изумительный этот новосибирский художник. Трагический погиб. Но каждому свое, как говорится. Не, Илюш, все равно, мне кажется, что нет прямой зависимости от того, что происходит за окном, с тем, что ты пишешь. Конечно. Опосредованное есть, а прямого нет. Если бы я стал прямо откликаться на то, что я бы стал просто фоторепортером, который бы использовал. Я так не могу. Это работа, которая умирает тут же. Я, например, меня мучает очень сегодня, скажем, трагедия, разыгравшаяся у Белого дома. Я бы мог это написать по свежим следам, тем более используя, скажем, какие-то современные приемы монументальной живописи. Я бы мог взять три швеллера, взять вокруг, обвить колючей проволокой, выплеснуть несколько туда банок красной алой и сделать эту композицию. К примеру, я не иду, для меня это гораздо глубже. Я не могу еще сам себе дать ответ, что же там произошло, кто в этом повинен. Должно время пройти, отстояться. Но и другие события, что сегодня происходит в Чечне. Я сегодня же могу создать страшный калаш. А современные художники не хуже могут создать, скажем, как Полищук, Милюков. Такие работы, посвященные этим событиям, нет. Нужна какая-то дистанция, время, какой-то интервал, чтобы это как-то соизмерить. Нет. Я так не могу. Так я не могу. Обязательно отстояться. Вот, например, портрет мамы той же, да, казалось бы, самое дорогое и близкое существо. Сколько нужно было ходить рядом и не написать. Но вдруг мама попадает в автомобильную катастрофу, проходит время. И неожиданно она сразу, за несколько дней я пишу этот портрет ее. То есть тут очень трудно определить, что является какой-то непосредственной причиной. Но главное, что я сразу, вот так, в угоду сегодняшнему дню, я никогда это не делаю. Ну, так поэтому и нет фамилии Клейнер на постоянных выставках. Что в доме художника, что там на Крымском валу, что здесь вот, на Кузнецком мосту. Нету Клейнера. Вот куда не пойдешь, кто угодно есть, так сказать. А Клейнера нет. Может быть, надо как раз как-то приспосабливаться. Это чего приспосабливаться? Я не знаю. Спокойно. Как Булак, по-моему, да, писал. Вы пишите, а вас напишут потом. Но это слабое утешение. Больше знают за рубежом. Там меня знают. Вот и сейчас готовлюсь с поездкой в Штаты. Ну, печально. Хотелось бы, чтобы все-таки здесь. Вот ночами. Вот сегодня я ночью, например, не спал. Сегодня такая картина. Ну, удивительно четко и сегодня встала передо мной. Я, ну, вынашивал, ну, несколько лет. Да трудно мне сказать. Но длительное время эту идею. Бабий Яр. Я одну написал, она мне не понравилась. Потому что я свою вот эту энергетику постарался вместить в малое полотно. Нет. Я увидел эту страшную картину. Я всю композицию сегодня увидел. Но мне необходимы огромнейшие холсты. Мне необходимы краски. Мне необходимо помещение. У меня этого нет. Сегодня, чтобы купить, скажем, вот такой вензорский тюбик. Вот какой-то вот этот. Или, ну вот, скажем, вот это. Я должен заплатить 10 долларов. А у меня стоит вопрос, чтобы или 10 долларов, или кусок хлеба. Это нормально, это естественно. Я не могу позволить себе взять, набрать и мощным ударом постозно-корпусно взять и лепить краской. Я не могу, я должен писать литровочно, потому что жизнь такая. Вот. И вместе с тем, в каких-то моментах, в каких-то моментах я нарушаю. Нет, я должен это сделать. Через не могу. Ну, затягиваешь пояс и работаешь. Потому что другого нет. Потому что искусство... Вот это точно. Вот искусство ни одной картины тебе фальшивит. Сфальшивишь на миллиметр где-то. Все, тебе это потом обернется бедой. Нет проходных вещей. Не может быть, вот сегодня это пройдет, а завтра я буду хорошим и напишу настоящим. Нифига, такого не бывает. Действительно, это невысокие слова. Каждая картина, как последняя картина. Вот сегодня готов прийти ко мне галерейщик, и он мне дал тему какую-то. Ну, не могу. Готовый, может быть, деньги он бы и принес. Но не могу. Я не могу вот так взять. Вот не получается у меня. У меня все будет в сознании, стоять этот галерейщик, что вот он стоит. А мне бы сейчас лишняя копейка там, в Штатах, не помешала. Ну, вот, что делать. А с чего все началось, Ильюш? С чего? С живописью? Да. Ну, самое первое, это война. Война в детском саду, в Сибири. Я помню даже. Да даже не с живописью началось, а со стихов стояла старая учительница. Учительница она была, у нас была воспитательница в детском саду, номер 14. Екатерина Васильевна, я помню. Она, и мы были голодные дети. Вот, нас пучило, мы недоедали. А у меня еще вот болело, воспаление легких. Но она собрала нас осенью и сказала, вот дети, кто сможет из вас написать стишок? Я помню, в 4-х летнем возрасте написал стишок. Бабочки, ну это не стишок, это, но бабочки летают, крылышками махают, солнышко горит, как жар блестит. А потом уже на следующий год был образован конкурс, организован в этом садике. Я написал картинку и прислали ее в Масу, и она получила премию. А дальше я заболел. В каком году это было? Это было где-то в 45-м, в 46-м, вот конец войны, вот в это время. А потом как-то проническими астамилитами. Я на протяжении учебы в школу, вот, я перенес 17 операций на ноге. И я очень много лежал. И когда мне удавалось уже вставать на костылях, я ходил, и ко мне приходил художник Бачинин, Николай Александрович, по-моему, Бачинин. Он законил Ленинградскую академию художеств, и я брал уроки. У больших мастеров я брал, у Бачинина, у Чернова, у Прейса, Юргаса и Янасовича. И вот это мои первые шаги. Я поступал-то в Одесское театральное художественное училище. Я и поступил, вот, на первый курс. Но я решил объединить папу с мамой. А папа отсидел в это время 10 лет. Вот, ну, я бросил это училище, приехал, поступил в пединститут, ну и потом все равно занимался живописью. То есть я получил хорошую школу. Но по-настоящему, кто мне вложил кисточку в руки, это вот я считаю, по-настоящему, откуда серьезное началось увлечение и вот занятие этой живописью. Это было в 1900... В 1960... В 1959 году. Тогда я... По очень, ну, серьезному, как бы, обвинению, что я занимался абстрактной... Не абстрактной живописью, увлекался абстрактной живописью. Говорил. Это все на уровне, так сказать, было разговоров. Я вел беседы, выступал с лекциями о современном изобразительном искусстве. Это в Сибири было, в Кузбассе. И после этого просто пошла слежка за мной. И я вынужден был бежать, в прямом смысле, чтобы просто не попасть в лапы КГБ. Я бежал в тайгу, в Макарак. Был такое село, Макарак, Кисульского района. И вот там я был, уже будучи в Макараке, я был направлен в Новониколаевский детский дом. И я увидел, вот как живут вот эти ребятишки. Ну, голод, холод. То, что они ходили в серых этих пальто. Их били воспитатели. Они были все записанные. Писались. Я увидел это, вот это горе с большими глазами, с красными глазами. И я воспитатель. Что я мог сделать это? И я понял, что я могу помочь. Каким образом? Я приезжал, или мне привозили ребята. Вот гетманские, я помню, художник сегодня, известный в Ленинграде художник. Привозил красочки, то ли гетманские. Остатки тех, которые остались у художников после работы. И я покупал какие-то на свои скудные денежки эти краски. И с сухотеркой, то есть без всякой тройчатки, без там масла, я писал цветы. И я писал вот эти цветы, красивые, на праздники Парижской коммуны, на праздники октября, 1 мая, Новый год, 8 марта. То есть я развешивал вокруг детей эти картины. И дети его жили. Вот, то есть, ну, если так вот сказать, одним словом, вот горе вложило мне кисточку в руки. Другого я не могу. Горе, человеческое горе. Ну и вот после этого, уже спустя многое время, я уже просто стал дарить, вот детским домам выезжаю, там вот провожу беседы, уроки рисования в детских домах, в Сибири, так вот неоднократно бывал. Вот, то есть горе вложило. А уже потом, уже потом начался чисто профессиональный такой путь, когда вот эта встреча с Великим Шагалом, когда он был у меня в мастерской, мои уже картины приобретались известными деятелями литературы, искусства, в нашей стране, за рубежом, но прежде всего за рубежом. И вот он пришел, и когда он увидел мою работу, он спросил меня, Илья, как вы пишете? А я сказал, Марк Захарович, я стараюсь писать сердцем. Он сказал, вот-вот-вот, только сердцем. Значит, вы такой же химик, как и я. Я говорю, почему, Марк Захарович, почему химик я? Он говорит, дело в том, что моя краска тоже течет из сердца. Пишите всегда сердцем, Илья. И вот это напутствие великого мастера, еще он мне подарил свою картину «Цирк», вот как-то, ну, заставило меня задуматься, вот что такое живопись, мое отношение к живописи, что я могу посредством этой живописи. Ведь я могу не только этой живописью заниматься, ну, так сказать, профессионально. Не только ей. Но именно через это живое письмо к живым, живое письмо, живопись к живым, вот я подумал, что я наиболее, как бы, полно могу реализоваться. Вот, то есть, напутствие моим крестным отцом, вот, уже все считали Марк Шагаловым. Да. Ну, хорошо. Значит, все, что происходит за окном, это должно отстояться. Тогда это может появиться на корзинах как-то, а может и не появиться. А что думает не художник Илья Клейнер, а гражданин Илья Клейнер о всем, что происходит вокруг? Так я ведь тоже, ну, так, не одномерен в том плане, какой Клейнер думать. Если Клейнер, как, ну, взять человека, который как-то мыслит. Понятно. То есть, вот, то есть тогда печальные приходят ответы. Печальные приходят ответы. То есть должно пройти какое-то... Все это должно быть. Вот страшный, неминуемый ответ. Спит Россия. Спит сознание России. А вот проблески вот этого просыпающего сознания у некоторых людей, причем у людей старой гвардии, я вижу, это у старой интеллигенции, у некоторых молодых, а в основном вот это дремлющая Россия после вот этого 75-летнего литургического сна и какой этот период. То есть это то, что мы... Сон против сна? Бред какой-то? Нет. Мы спим. Мы спим. Вот это то, что мы должны пройти этот этап. Мы должны открыть глаза и посмотреть себя прежде всего внутрь. Вот. То, что как вот человека, который выходит на улицу, покупает тот же хлеб и садится в то же метро и несет маме кусок хлеба старенькой. Ну, горько, печально, плачу я. Я вот как этот человек, я ничего не могу. Я тогда сердце начинает говорить. Сейчас говорил, вот перед этим мой разум, но я живу на уровне сердца все-таки. Вот это второй, говорит Кленер, я плачу, я скорблю. Вот. И для того, чтобы этого не было, как бы, что-то, я все-таки вот эту надежду стараюсь дать в работах. Причем, вот это не просто заявление. Ведь если раньше у меня действительно буквально каждая картина была пронизана кровью, лилась кровь, отрубленные головы. Сегодня я подумал, Господи, если тебе дана какая-то способность, какая-то толика таланта, и если ты своим талантом, способностью еще приумножишь вот это зло на картину, так это страшно. Чем же ты отличаешься от тех конкретных людей, которые делают это реальное зло? Зло сотворить очень легко. Труднее сотворить красоту, позитив, какое-то движение к свету, это труднее. Я, конечно, пишу эти мрачные стороны, но обязательно через свет, через контрастный свет. А в последнее время просто я. У меня так получается, что чем сложнее, чем труднее вот в этой жизни, вот в этом социуме, тем у меня все более и более смеются, улыбаются картины. Больше юности, больше космоса становится, свет в картину. Это я вот чувствую. То есть мрак уходит. Вот что я думаю о сегодняшнем дне. Что я думаю о политике. Ну не пришли политики вот такого склада, как у тебя. Вот кто должны. Вот ты тоже же плачешь, ты тоже скорбишь, ты тоже негодуешь. Но я тебя не вижу. Я же видел твои сегодняшние вот эти передачи. Так эти передачи нужно сделать сегодня именно настольной книгой в этом полютбюро, я не знаю, холера, в этом сенате в нашем, в этой думе. И сказать, вот что происходит на месте. Смотрите, люди, вот этот град, вот этот край, вот эти люди. Глухие люди, спят люди, не слышат, не ведают, что творят. Ты же делаешь свое дело, молча, спокойно. Вот это гражданское отношение. Ну бог с ним со мной, это мы потом разберемся. Давай мы о тебе будем говорить. Мозаики на полу. Картины в коридоре, где даже света нигде я не могу их снять. Год за годом все это вот происходит. Нет, каталог, вышедший за рубежом. Картины, которые, как ты говоришь, написаны сердцем, уезжают завтра в Америку. Ну это что, нормальная жизнь? Да конечно же нет. Ну конечно же нет. Ну вот самое удивительное, поразительное то, что когда ты готов отдать, и ты не только готов, отдаешь, ну себя, свою жизнь вот этому пространству, это не высокие слова, а прямые, нормальные, причем имеющие точные даты этой отдачи, они остаются недовостребованными. Ну как же так? Единственные в мире действительно мозаики. Единственные, больше их нет. В этом смысле они единственные. О художественном достоинстве уже сказано о этих мозаиках. Мозаики героев 12-го года, Денис Давыдов, Барклай де Толи, Иловайский, Тучков IV, да очень много. Предлагается бесплатно Бородинской панораме. Сегодня, когда за каждая мозаика сегодня оценена комиссия, выдающаяся комиссия Третьяковской галереи, в 35 тысяч долларов, в 40 тысяч долларов, я отдаю их. Мне на хлеб нету, человек побери, я их отдаю. Берите, вот когда трудно России, возьмите, поставьте, я буду дальше работать. И они не берутся. И они стоят сегодня, пылятся. Ну сдохну. Найдут свое место эти работы. Жалко, уже умер один исполнитель. Ну а это почему происходит, Илюша? Не знаю. Не знаю. Это какой-то сюр современный. Ведь сегодня, казалось бы, ну прекрасное же было патриотическое воспитание людей, молодежи, ребятишек этих. Разве почему мы должны забывать свою историю? Да не должны. Сколько было затрачено трудов, чтобы поднять этот большой хронологический, биографический материал о каждом этом участнике войны 12-го года? С какой любовью это делалось, работа? Почему недовостребована вот эта тема? Тема нашей истории, тема нашего прошлого. Почему стоят французы мои в мозаиках? Почему? Почему стоит Колумб? Флорентийская мозаика. Я откликнулся, художник России откликнулся на 500-летие открытия Америки. Я создал эту работу. Ну, почему она стоит? Я готов был ее подарить. Она получила большую оценку в нашей прессе. Ну, неповоротливая мы. Ну, возьми. Возьми, если умный человек. Приобрети у меня, может быть, я готов и так, за какие-то копейки. Ну, потом, возьми, подари тому же Клинтону, Белому дому, американскому народу, кому угодно. Подари. Продай ее. Получишь деньги, отдашь деньги России. Я не знаю, Салтыкова Щедрина нет на Россию, Гои нет, Сальвадора Дали. Ну, вот так и стоят повернутые. Извини за хамство. Я даже не знаю, как это назвать. А не потому ли не берутся эти работы, что фамилия художника Клейнер, а не Иванов? А может быть. Может быть. Мне же говорили, когда, что ты так научишься? Смени фамилию свою. Кленов, смотри, какая хорошая фамилия. Или рубежный, возьми. Откуда ты родом? Все будет нормально. Было такое предложение. Но не могу, я не забываю. Не могу это предать Истонию. Не меняю ни Родины, ни Россию, какая бы она ни была. Это моя Родина. Ни своей нацией, которую я люблю и горжусь. Я не знаю, что я еврей. Что я россиянин. И за чечевичную похлёбку я не предам действительно своего первородства. Но это так. Может быть. Может быть. Есть в этом какой-то. Я же знаю достаточно известных деятелей литературы и искусства, которые меняют за эти блага свою фамилию, род и происхождение. Он уже счастлив, что не еврей. Но видно, что он еврей. Начиная от политики и кончая известными дирижерами, музыкантами. Ну, Бог с ними. На суде же все спросится. Отвечать за каждый шаг придется. Бог-то видит. Все он видит. Все. Спросит. Никуда не уйдешь. Тут словчить ты еще где-то можешь. Я ловчить не могу. Там не словчишь. И для меня вообще позиция художника, вот с годами, она действительно становится, она даже картинка какая-то такая есть, вот огромнейшее какое-то поле, типа футбольное поле, с залитой прожекторами космическими, и стоит обнаженный художник. Голый стоит. И вот все. Он перед светом этим, который льется из космоса. И все видно. И вот его чистые глаза должны быть. И чистое сердце. И вот он стоит в этом ослепляющем потоке света. И не на йод он не должен с фальшивью. Вот так мне видится сегодняшний художник. Только художник? Да нет, вероятно. Но художник ближе, потому что он стоит как бы по заданию ближе, как бы к заповеди библейской. А вообще по большому счету, по божественному промыслу, каждый человек, каждый человек. Другого нет. Другого нет. Ибо сказано в книге Бытия, и сотворил Бог человека по образу и подобию своему. То есть подобие, а подобие Бога, это творец. Значит, твори. Твори себя. Твори свой мир. Но твори прежде всего себя. Лепи себя. Куда ходить там далеко? Вот то-то, то-то. Формируй себя. Будь роденом. Своей фигуры. Своей души прежде всего. Вот и формируй ее. И смотри. И не забывай. Изредка, как напоминал Чехов, говорит, ты свинья. Вот будешь говорить так. В неделю, как говорил Чехов, хотя бы два раза. Скажи себе, что ты свинья. А значит, не все еще потеряны. Вот. А к этим трудностям я отношусь как-то вот с годами более, ну, стоически, спокойней. И как-то не так философски нагруженно. Вот. Потому что работает сердце. Все как бы упрощается на уровне сердца. Видишь, это добро. Это любовь. Это нежность. Это плохо. Печалишься. То есть, годами действительно печаль становится светла. И тогда и в мир искусства не приходит какой-то ложной усложненности. И отношение должно, мне кажется, быть более, ну, светлым. И в этом смысле с каким-то юмором немножко. Вот. Улыбнуться надо, как умел это Гоголь. Достоевскому это не так было дано. Тот слишком был серьезен. Гоголь для меня в этом смысле сложнее, чем Достоевский. Он тоже видел эти изъяны жизни. Но он был более светлым. Не ближе. Драматическая натура. Гоголь. Вот улыбнуться иногда. Не все так всерьез. И тогда легче. Встанет. Дима. 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 Продолжение следует...